Здравствуйте, друзья! В эфире Дачные советы. Главное дело этой недели – выкопать картофель. Потому что все сроки уходят, начинают вон уже некоторые клубни прорастать, чего допускать не надо, потому что будет плохо храниться. Но такие клубни отдельно сейчас отложим и немедленно съедим. Еще, значит, при выкопке картофеля нужно отложить старые клубни, испорченные. Не оставляйте их в земле и не выбрасывайте в компост. Вот отдельное ведерко для него припасли. Ну и все, откладываем, как всегда, каждой клубень отдельно, для того, чтобы из самых хороших кустов выбрать картофель на следующий год весом 80-100 граммов должны быть эти клубни. А 800 – вот такие вот, это ядовой картофелины под посадочный материал. Их сейчас на солнышко положим. Пусть прозеленятся до завтрашнего дня отдельно. А ядовой картофель не должен долго на солнце быть. Его собираем и тут же отправляем в тень, на сквозняк. Я свой сразу буду мыть в воде, потом в препарате «Восток». Люблю чисто и красиво, чтобы было у меня в погребе. Ни одной картошки за зиму не гниет. Но это вот сорт хороший, Red Lady немецкая. Молодцы немцы, что скажешь. Еще у меня удача, весь картошка наша. Тоже очень урожайная. Вот вы видите на соседней грядке. И сейчас коротко по технологии за это лето пройдемся. Ведь я что хочу, главное это сказать. Вы понимаете, стояла эта картошка. Меня здесь вообще все лето не было на этих грядках. Соседи, свидетели, я не вру. Картошка взошла, два раза окучивали. Вы видели, я вам это показывала. Это было в апреле и 9 мая. Все. До цветения потом не открывали спонбон с нее. Перед цветением. Далее, под корень. От Эльи Ткаченко, жидкий биогумус. Туда добавлен у него теперь фосфор. То, что картошке нужно, чтобы она хорошо хранилась. А по листу прошлись новые удобрения. Вытяжка из озерного сопропеля. Это удобрение благо. И тоже оно теперь органоминеральное. То есть оно не только там содержит азот в основном, как весь сопропель. Но туда добавлены и микроэлементы филатной формы. Понимаете? То, что нужно картофелю под цветение. Микроэлементы. То есть оно полностью отбалансировано. Им по листу прошлись. Все, закрыли снова спонбондом картофели. Больше туда не заглядывали. Вот теперь картофель. Вот видите, на этой грядке открыли. Скосили ботву, чтобы картофель полежал недельку, а то и 10 дней до выкопки. Чтобы он оделся в кожуру и хорошо хранился. Вот сейчас мы эту грядку и грядку с картофелем удачи выкопаем. А эту через неделю будем копать. Уж больно ботва хорошая. Так, грядку после того, как картошку выкопаете, на произвол судьбы не бросайте. Тут же, немедленно прошли, пролили ее. Обеззаразили любым препаратом некробиологическим. Восток, фитоспорин. У кого что есть. Обеззаразьте почву, перекопайтесь слегка и засейте сидератами. Если осень будет долгая, теплая, может, два раза успеем сидерата посеять. Это обязательно делать. Особенно тем, у кого нет свеооборота, и на следующий год здесь снова будет выращивать картошку. У меня здесь на следующий год будет выращиваться лук. На соседней грядке лук тоже пора копать. Он начинает ложиться. Там я вам показывала, под него вносила золу в середине лета. И все. Потому что при посадке биогумус, скажут, был вкопан. И достаточно, больше ничего и не надо. Куда еще больше урожай-то некуда. На органике больше не получите. А ведь это без минералки выращено. Абсолютно экологически чистый. Накрытый спонбондом. Никаких обработок, клянусь вам, не было на этом участке. Никаких. Только вот в престиже клубни подержала перед посадкой картофеля. И все. Теперь второго и третьего оборота картофель буду. Он накрыт вон в огороде стоит. Там сплошное все белое месиво. Даже без дуг на картофеле хорошо держится спонбонд номер 17. Картофель третьего оборота, посаженный в конце июня, зацвел. Так, дорогие мои, ничего, несмотря на тяжелые погодные условия, на засуху, на дожди с градом, все-таки мы в этом году с урожаем. Очень много помидоров. Вон какие красавцы, посмотрите, перцы набрала. Но это и год, астрологический год Марса идет. А этот Марс любит помидоры и перцы. Поэтому они так уродились в этом году. Биогумус хорошего качества и по приемлемым ценам можно заказать. В Самаре по телефону 972-70-95, а в Тольятти по телефону 22-57-89. Внимание, новинка. Жидкий биогумус. Здравствуйте, друзья. Берем в руки любимый опрыскиватель и идем в сад профилактировать наши растения от болезней и вредителей биологическими препаратами. Для этого составим коктейль, который профилактирует от всех болезней и вредителей все садовые культуры. Берем препарат экоберин, он повысит выносливость растений. Здоровый сад защитит от болезней и вредителей. Растения будут для вредителей просто невкусными. Добавим препарат HB-101 для поднятия иммунитета и жидкий микробиологический препарат Baxib M1 или можно Восток М1. Здоровый сад и экоберин – это структурированные сахара, которые структурируют клеточный сок внутри растений. Поэтому ими нужно опрыскивать растения, чтобы препараты смогли впитаться в листовую пластину. Берем немного воды. На литр раствора понадобится по 2 гранула экоберина из здорового сада. Сначала растворяем их в небольшом количестве воды, а затем выливаем в общий опрыскиватель и доливаем простой воды. Далее добавим 1 столовую ложку разведенного Baxib M1 или Востока и 2 капли HB-101. Это стимулятор натурального происхождения. Такое опрыскивание делаем 1 раз в месяц. Оно поможет меньше развиваться болезням и вредителям. Приходите к нам в Центр природного земледелия за биологическими препаратами. Большой ассортимент семян седоратов, микробиологические удобрения, сияние, Восток М1, садово-огородный инструмент, органические удобрения. Все вы можете купить в магазинах садового центра природного земледелия Ларисы Маланиной. Запишите адреса магазинов. Проспект Металлургов 56 и улица Гагарина 159. Еще об одной срочной работе в саду хочу вам сказать. Малина, не ждите, вырезайте пораньше. Тем более, смотрите, какая беда в этом году страшная. Но не в этом году, она постепенно развивалась. Она погубила смородину в наших садах, поэтому купить невозможно на рынке стал эту ягоду. Добралась до малины, малина потихоньку отмирала, и в этом году так обрушился это заболевание страшнейший антракноз. И на сад, и на овощные культуры. Посмотрите, как выглядит антракноз. Его часто путают не болезнью, а вредителем, как галлица, вздутие галлы на поверхности. У антракноза тоже вот такие шишки, посмотрите, вот они, наплывы эти. Но вокруг них вот это темное пятно, вот оно, продольная вязва, и кора на таких побегах лопается, шелушится. Питание уже не будет обеспечено. Это сорт новость кузмина, который очень сильно страдает от тракноза. Да и гусар у меня тоже с аборигеном, тоже от этого болеет. И что делать? Я обрабатывала рано весной, когда мы делали голубое опрыскивание, растения находились в тайне покоя, трехпроцентным раствором медного купороса и чутолку. Не помогает одна обработка, надо делать их 2-3 при таком сильном поражении. И сейчас сняли урожай, и опять 2-3 обработки медсодержащими препаратами. И почву ни одного листа с этой гадостью не должно лежать на грядке. Да на них грибы антракноза. Вот сижу и под смородиной каждый листик опавший выгребаю. Значит, все вырезать вот это безобразие. Может, чем-нибудь останется по одному-два стебля. Я вот, например, в этом корне ни одного нормального не вижу. Вывод. Всю эту грядку выкорчевываю. Сейчас вышел новый мой журнал августовский. Там подробно написано, как с саженцами земляники поступить, которые вы купили в магазинах, или с саженцами малины, чтобы обезопасить себя от этого страшного заболевания. Грядку сейчас подготовьте заранее к посадке этих культур. Их уже, и землянику, и малину надо сажать. Чем раньше посадите, тем лучше приживутся, и тем лучше перезимуют, и тем больше урожая уже на следующий год вы получите, я говорю, о землянике. С болезнями в этом году беда. Теплица, паутинные клещи, очень много белокрылки. Обо всем этом читайте в новом журнале «Дачные советы». Огромная статья по всем проблемам, чем болел самарский огород и самарский сад в уходящем сезоне. И, пожалуйста, поборитесь с ними сейчас, не откладывая ни на день, просто ни на один день. Немедленно сейчас надо объявить борьбу этим болезням и вредителям, чтобы они не повторились на следующий год. Здравствуйте! Продолжаем земляничный конвейер. И сегодня я с удовольствием представляю вам сорта тяжеловесы. Сорта крупноплодной земляники, масса ягод у которых превышает 100 граммов. С удовольствием представляю потому, что весной мы уже привозили небольшую партию этих сортов, и, к сожалению, очень многим покупателям их не хватило. И вот сегодня по многочисленным просьбам мы привезли опять эту новую коллекцию. Итак, в чем же преимущество этих сортов гигантов? Во-первых, ягоды у них превышают массу 100-110 граммов. И ягоды очень вкусные. Во-вторых, это высочайшая урожайность. С одного куста можно собрать до 2 килограммов отличных ягод. И самое главное, что эти сорта тяжеловесы способны плодоносить на одном месте от 6 до 8 лет. Ну, а теперь непосредственно о самих сортах. Крупноплодная земляника английской селекции под названием «Лорд». Известна многим нашим дачникам. Это по-настоящему эксклюзивный сорт английской селекции. Вроде бы известный всем, но выращивает его во всей России всего несколько питомников. И найти качественную рассаду настоящего лорда очень сложно. Сорт среднеспелый, крупноплодный, урожайный и очень вкусный. Кусты мощные, масса ягод до 100 граммов. Выдающаяся урожайность 2 килограмма с куста. На одном месте без пересадки при соблюдении агротехники «Лорд» способен плодоносить до 10 лет. Следующие два сорта тоже английской селекции. И они по-настоящему новинки. Выведены в 2014 году. Это средний ранний сорт «Киснеллес» и поздний спелый сорт «Оттава». Кусты у них очень мощные, раскидистые, густые. Диаметр куста до 50 сантиметров. Цветоносы прочные, толщиной с карандаш. Они не дают ягоде касаться земли. Масса ягод может достигать 100 граммов. А средний вес одной ягоды 50-60 грамм. Транспортабленность ягод очень высокая. Урожайность куста до 1,5 килограммов. Растения очень устойчивы к болезням корневой системы, к мучнистой росе, а также к наиболее распространенным заболеваниям корней и другим болезням и вредителям садовой земляники. И, наконец, жемчужина нашей коллекции. Новый японский суперкрупноплодный сорт «Чамора Туруси». Об этом сорте в интернете ходят легенды. Некоторые любители заявляют массу ягод до 120-140 граммов. Но мне кажется, что это нереально. А реальная масса ягод у сорта «Чамора Туруси» – 110-120 граммов. Максимальная, а средняя – от 90 до 110 граммов. Этот сорт любит, конечно, хорошо покушать, но не относится к сортам привередливым. И даже при самом минимальном уходе «Чамора Туруси» может дать вам ягоды массой 40-50 граммов. Кусты у сорта «Чамора Туруси» высокие, густооблиственные, мощные и очень пышные. Рассада сорта «Земляники Чамора» очень хорошо приживается. Листья крупные, насыщенные в зеленого цвета, с выраженным блеском. Ягоды «Чамора» имеют округлогребенчатую форму, темно-красный цвет и насыщенный запах лесной земляники. Урожай ягодника на одном месте поддерживается в течение 6-8 лет, а пик урожайности приходится на 3-4 год. Хочу дать вам один совет. Чтобы ваши земляничные грядки радовали вас действительно крупными и вкусными ягодами, а уход за ними приносил бы вам только удовольствие, попробуйте посадить хотя бы одну земляничную грядку на агроткань, и вы больше никогда не будете сажать землянику по-другому. Ягоды на такой агроткани всегда будут чистые, крупные. Укоренять усы очень легко, достаточно просто подставить под них горшочек с землей. Плотная агроткань не пропускает сорняки, но отлично пропускает воду. Агроткань размечена на клетке, и сажать на ней кустики земляники очень удобно. И это далеко не все сорта крупноплодной садовой земляники, о которых я буду рассказывать вам в нынешнем сезоне. Дорогие дачники, выбирайте и сажайте, удивляйтесь и радуйтесь, а мы постараемся помочь вам в этом. Магазины дачной коллекции предлагают покупателям лучшие сорта крупноплодной садовой земляники в контейнерах. Карликовые, колоновидные яблони, черную самородину, актинидию, абрикосы, вишню, ежевику, голубику, малиновое дерево, крепыш, удобрение опионы, конфеты для ваших растений и многое другое. Адреса магазинов улицы Победы, 111 и улица Самарская, 36. И теперь внимание на кабачках, беда. Ну, ночи были холодные, все этого достаточно. И тоже об этом в моем журнале говорится. Пошел белый налет по листьям, а у некоторых и по винограду, где места, значит, долины холодные, овраги. Это болезнь, всем нам хорошо знакомая, мучнистая роса. Обобрать все кабачки и обработать препаратом топаз. Сейчас уже препаратом теовид, джет, не возьмешь. Да, у теовида, джета всего сутки. Ожидание можно было по винограду после каждого дождя делать такие обработки и не допускать появления аидиума. А теперь поздно, друзья мои. Только топазом можно искоренить эту болезнь. Больные листья обобрать, сжечь, обобрать все завязи, все даже мелкие. Так, до конца августа уже есть кабачки. После обработки препаратом топаз нельзя. У него большой срок ожидания, 2-3 недели. Зато в сентябре у вас будут снова хорошие кабачки. Здравствуйте, дорогие друзья! Скоро, уже совсем скоро начинается сезон осенней посадки плодовых растений. Я хочу показать, какие же сорта на сегодняшний день мы предлагаем именно собственного уже производства. Передо мной, посмотрите, крыжовник. Я обычно крыжовник не очень люблю, но этот сорт консул. Огромное количество ягод, во-первых, ягоды очень сладкие, крупные. А это командор. Ягод чуть поменьше. Они чуть-чуть с кислинкой. Консул слаще. Это крыжовник русский. Посмотрите, небольшие кустики и уже очень обильно плодоносят. Крупные плоды. Сладкий крыжовник. Сегодня я буду дегустировать все сорта. Очень много сортов смородины, которые мы посадили сами в этом году. Это наш маточник. Видите, мы поставили все сорта в разные ряды, чтобы не перепутать. Самое главное, конечно, чистота сорта, чтобы мы могли предложить вам только хорошие сорта. Орловская сиренада. Как собирать-то их теперь? Хорошо. Все постригли, взяли на черенки. Крупная смородина, вкусная. Посмотрите, какие здоровые кусты, без болезней, потому что мы обработку делали ранней весной. Естественно, несколько обработок. Здоровый куст, естественно, дает хороший урожай. Это наш маточник. Мы начали их стричь уже и черенковать. Мы уже в этом году будем предлагать саженцы смородины собственного производства. Каждый сорт пробую, и каждый сорт, мне кажется, слаще предыдущего. Даже не знаю, какое предпочтение дать. Севчанка, багира, загадка, зуша. Все сорта очень вкусные. Я все перепробовала. Крупная смородина, черная. То есть, хочу сказать, у нас нет плохих сортов. И все сорта мы сейчас черенкуем. В этом сезоне где-то около трех тысяч саженцев смородины мы приготовили собственного производства. А в следующем году все будет больше и больше. Это белая смородина. Видите, у нас есть красная, черная смородина, белая. Более 30 сортов смородины. Белая только один сорт. Они у нас перезимовали уже все. Видите, как в этом году разрослись. То есть, хорошие сорта. Очень много сортов малины. Более 20 сортов. Когда мы пришли на наше поле, я хотела показать, какие же сорта самые лучшие. Хожу, пробую. Один сорт очень вкусный, хороший, крупные ягоды. Другой сорт, третий. Все сорта вкусные. Все хорошие, крупные. Самое главное, качественный посадочный материал. Этой осени мы уже будем копать где-то в конце сентября, в начале октября. Мы будем продавать всю нашу продукцию. Смородина, малина, уже собственного производства ждут вас осенью в нашем садовом центре. А ягоды очень вкусные, очень сладкие. На всех площадках нашего садового центра вы можете приобрести многолетние цветы, кустарники, хвойники, деревья и совсем скоро плодовые растения. И, конечно, все сопутствующие товары для защиты растений от вредителей и подкормка для растений. Мы желаем вам красивого, здорового и вкусного сада. Садовый центр Веры Глуховой предлагает посетить площадки Самарии и Тольятти с саженцами плодовых и декоративных культур. Внимание! Открылась новая площадка рядом с торговым комплексом «Амбар». Справки по телефону Самарии 212-04-42 Подошла к концу нашей программы «Собираем урожай». У нас есть картошка, лук, перцы, помидоры. А теперь очередную партию цветной капусты. Это уже третий оборот цветной капусты. Срезаем. Одна мне, другая Алексею. Здесь на этой грядке, помните, четвертая партия цветной капусты. Молодой по бокам редис, надо срочно его убрать. Почти ведро сейчас будет. Посмотрите, какой изумительный редис. Несмотря на страшную жару, которая стоит. Цветную капусту здесь срочно полить и обработать по листу опять препаратом благо. Там много микроэлементов. Цветная капуста не завяжет быстроголовку, если не будет в составе микроэлементов любимого цветной капусты бора и молибдена. Чтобы хорошо держались на восковых листьях капусты и не скатывался этот препарат, добавь сюда зеленого мыла, как прилипатель. Он и как фунгицид работает. Видите, какая чистая капуста, если она накрыта спонбондом. Только поливать. Спонбонд не снимается. И по картошке вот не снимаю спонбонд. Ставлю брызгалку, и все орошается само собой. На сегодня все о богатых вам и чистых урожаев, овощей, фруктов и ягод. На следующей неделе приглашаю вас поспели дыни, будем их дегустировать. Внимание, новинка! Экологичное, безопасное, высоко концентрированные органоминеральные удобрения «Благо» на основе озерного сапропеля. Оптимальная доза расхода удобрения в рабочем растворе 10 мл на сотку земли. Справки по телефону в Самаре 225-24-67.